Пятый год подряд, каждый вторник и субботу за рынком Шупашкар проводятся обеды милосердия для нуждающихся людей. Каждый раз за столом собираются не менее ста человек. Для многих это больше, чем пища. Здесь каждый находит понимание, сочувствие и, главное, поддержку. Не хлебом единым жив человек. Корни этого выражения уходят к нашему первоисточнику Библии. И по-прежнему, кроме пищи материальной, человеку нужна и пища духовная. Наставление на путь истины и молитва от местного батюшки – то, с чего начинается каждая такая трапеза. Якожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукаугу. Бездомные, малоимущие люди, одинокие старики выстраиваются в очередь за горячим обедом. Здесь никто не услышит слова «нет», еды хватит для всех. Благодаря пожертвованиям прихожан меню здесь не хуже, чем в любой бюджетной столовой. Горячий суп, второе – компот с булочкой. Во всем этом мы просто проявляем нашу любовь, про которую говорил Господь Иисус Христос в Евангелии. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если человек говорит, что любит ближних своих, но при этом они остаются голодными, и он, имея возможность, не помогает им, то он говорит просто пустые слова. Отец Петр на своем личном автомобиле возит бачки с едой, которую волонтеры готовят в трапезной, в храме новомучеников и исповедников российских. За пять лет пункт раздачи еды превратился в социальную площадку. Только с Божьей помощью можно выйти из тех страстей, из тех зависимостей. Есть люди, которые меняют свою жизнь, прекращают пить. И тут много примеров это можно привести. Немножко происходит социализация в плане того, человек изменяется к лучшему. Многие из пришедших прячут лица, отводят взгляд, категорически возражают участвовать в съемках, что вполне объяснимо. Но есть и те, кто охотно делится своими историями. Я был бизнесмен раньше, самый такой. Крутой, деловой. А теперь так получилось, что попал, ну как, из-за алкоголя, наверное. У меня трехкомнатная квартира. Просто люблю свободу. Да, мы все живем на улице. У меня сгорела квартира. Приходится выживать. Батюшка приходит всегда, вот к нему можно подойти, попросить помощи. Ну, как говорится, не морально вот так вот богословить там. А он еще на истинный путь поставит. Инициатором благотворительного проекта стала врач и волонтер Елена Елистратова. Доброе дело поддержала Чебоксарская епархия. Нашли десятки других таких же неравнодушных. Помимо раздачи еды, они собирают денежные средства, одежду. Ведут прием в фельдшерском автобусе, который не так давно пожертвовали нуждающимся. Поддержать волонтеров может каждый. Здесь будут рады любой помощи. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.